Друзья, всем добрый день еще раз. Подключаются люди. Вот видим гостей уже из Тюмени, из других городов. Приятно нас видеть. Начнем буквально через несколько минут. Ждем, кто задерживается. Пока для проверки слуха и видео. Попробуем, например, видео запустить, чтобы вы могли посмотреть, как все работает. Продолжение следует... 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 И есть какие-то ожидания. Вот, например, когда вообще говорят о необходимости проводить аудиоконференции, в том числе видеоконференции, многие сомневаются, а что будет, здесь будет низкое качество звука? А что будет, когда будут какие-то внешние раздражители? А у нас разные помещения, как с этим быть? У нас переезд может быть скоро, вдруг там будет другая переговорка. У нас на одну конференцию приходит один человек, на другую два, на следующую собираются 15, вот так, например, переговорки здесь. Будет ли все работать в этом случае? Много опасений у людей, что им делать, Максим Ильич? На самом деле люди ждут от конференц-связи, на самом деле, наверное, двух основных вещей. Чтобы это было качественно, чтобы было хорошее качество аудио. Они ожидают хорошего звука, чистого. И вторая, наверное, основная проблема – люди хотят быстро, быстро все это разворачивать. Они не хотят ждать, не хотят разбираться в этом оборудовании. То есть, ну вот, люди ждут каких-то таких простых вещей с хорошим качеством и с быстрым, скажем так, с plug-and-play, так называемым. С быстрым разворачиванием, с быстрым включением конференций. Максим, извини, прерву на секундочку. Коллеги пишут, что звук пропал. Может, пожалуйста, плюсик поставить? Ну, у большинства все хорошо, так что, скорее всего, проблемы не на нашей стороне. Попробуйте, у кого не работает звук, я не знаю, попробуйте в другом браузере открыть, перезапустить страницу, обновить. Это в большинстве случаев это помогает. Ну, в любом случае у нас же идет еще и запись этого вебинара. В любой момент вы можете посмотреть на наших каналах, в ютубе, в фейсбуке. Коллеги говорят, что звук есть. Если что, да, смотрите запись. Хотя, если у нас не слышно, они не узнают, что будем в союзу смотреть запись. Мы пока продолжим. Не только эти сомнения перед людьми, есть и другие проблемы. Например, если поговорить про удаленных сотрудников. Они чувствуют отрыв от основного коллектива, считают, что не могут достичь 100% эффективности. Или не только так считают, а действительно не могут по каким-то объективным причинам. Но все равно, может ли какие-то конференции технологии помочь им? Что делать с этой категорией? Безусловно, можно. И проблема какая действительно есть у удаленных работников. При работе в каком-то проекте, например. При работе, я не знаю, это в принципе над любой задачей. И, собственно, люди ждут какой-то инструмент для решения этих проблем, для решения быстрых задач. Потому что коммуникация – это действительно очень-очень важно. В последнее время, опять же, мы на нашем опыте можем сказать, что когда мы стали собираться чаще, мы стали обсуждать все это в команде, даже на примере нашей компании «Эпиматики», действительно начало, скажем так, приходить понимание, как минимум, между разными делами. Что уже говорить о удаленных работниках, которые сидят, работают на проектах. Часто это могут быть какие-то фрилансеры, например. Вот да, мне кажется, на самом деле, многие компании вообще, в принципе, останавливают. И они хотят работать с фрилансерами, потому что думают, что они не смогут эффективно коммуницировать. Естественно, есть такая проблема, тенденции наблюдаются. И, опять же, понятно, что существует сейчас много различных чатов, много способов коммуникации без голоса. Но все-таки важная проблема – лучше решать голосом. Для более точного понимания всегда нужно решать голосом. Нужно быстро собираться, быстро обсуждать какие-то и текущие проблемы, и долгосрочные задачи. Но, собственно, есть некие проблемы, и люди ждут этого решения. Хорошо, но это же, на самом деле, не все. Многие говорят о том, что не уверены, что если они установят какую-то аудиоконференц-систему, или даже видеоконференц-систему, что площадка будет готова в любой момент. Боятся, что, опять же, разные переговорки в помещении могут быть, разные залы. И вот нужно прямо сейчас позвонить, собраться. А вот думать, что не получится. В смысле так далее? Да, люди действительно ждут быстрых решений, простых. Люди боятся, что они не смогут включиться, подключить партнера, либо подключить коллегу быстро, с другим устройством. Я в самом начале уже говорил о тенденции Bring Your Own Device. Соответственно, вот это и есть проблема. Люди хотят, чтобы можно было быстро собраться, быстро подключить, например, коллегу по скайпу голосом, быстро подключить коллегу по мобильному телефону, сделать звонок. И вот этого все ждут. И, наверное, в этом есть одна из основных проблем, почему мы не так много общаемся голосом. И, опять же, сейчас очень много технологий используется. В разные переговорные комнаты совершенно. У кого-то, скажем так, нет возможности вообще по кабелю, например, подключить пазернер. Все ждут, многие ждут подключения Wi-Fi, например. Ну, вот много технологий, все хотят, чтобы это все было в одном устройстве, чтобы все это работало вместе. Конечно, все компании разные. Как у Толстого, все несчастны по-своему. Ну, не только это же ограничивает компанию в выборе современных технологий. Многие думают, что вот и так есть какие-то способы коммуникации, что-то где-то работает. При этом у нас ограниченный бюджет, вообще ограниченные ресурсы, будь то временные ресурсы, айти-ресурсы в целом. У людей компетенция ограничена. Многие думают, что, в принципе, вообще мои работники не справятся, зачем это все, никто не поймет, куда жать. И все живут, многие, по крайней мере, в атмосфере какой-то ограниченности, боязни того, что не нужно использовать технологии, и все равно ничто не получится. Что мы такой категории скажем? Да, люди действительно ждут какое-то решение. Они боятся вкладывать деньги. Они не понимают, почему это нужно делать. Зачем там тратить лишнюю тысячу долларов, чем это может им помочь. Но на самом деле такие устройства для конференц-связи решают разом кучу-кучу проблем. Например, люди, когда собираются в переговорной комнате, поставлено какое-то собрание, вот люди подошли там буквально за пару минут до начала мероприятия, когда они хотят начать его, когда они хотят собраться все вместе, подключить силу. А сейчас? Конечно, прямо сейчас, да. И они не хотят разбираться ни в чем. Они хотят прийти в переговорную комнату, нажать там несколько кнопочек, и чтобы все это заработало. А лучше одну. А лучше одну, да. Я, вот опять же, на самом... У меня замечательный пример есть по этому поводу, когда люди, скажем так, компании не хотят или не могут, не понимают, зачем это нужно, и не вкладывают ресурсы в это. Я периодически бываю на различных встречах, езжу в гости к нашим партнерам, и вот один раз на встрече мы сидели в небольшой такой переговорной комнате, буквально, наверное, человек на 10, может быть, меньше, и у них не было конференции телефона. И, знаете, такая вот скульная переговорка, когда стоит... Ну, хорошо, что там был телефон Ялинк, это уже нас сильно обрадовало, причем телефон Ялинк, это там совершенно младшие модели, и на столе просто на подставке стоял листок А4 распечатанный, и там были, ну, как записанная книжка, такая большая, буквально там 3-4 названия, типа секретарь там, система администратора, еще что-то, хорошо, хоть на подставке. Да, да, очень часто это просто лежит бумажка где-то в переговорной, которая теряется. И вот когда во время этой встречи я пришел, нам потребовалось, ну, наверное, минут, ну, пару минут точно, пока там наш партнер разобрался быстро с этими бумажками, нашел номер телефона, набрал его, поднял трубку и так далее. Ну, и, собственно, как раз, опять же, в этот же случай нам необходимо было подключить коллегу нашего партнера удаленного, который сидел где-то, а обычный телефон, который стоял в этой переговорной, обычный, что-то вроде СИП-21 телефона. Он, собственно, не предназначен для этих целей, и, ну, качество захвата голоса все-таки было не то. Вот люди ждут, люди ждут вот этих вот простых, быстрых решений. Не хотят, скажем так, заморачиваться, быстро что-то искать, но, опять же, боятся в это вкладываться, потому что технологии меняются, это, понятное дело, мы не стоим на месте, появляется все новое и новое. Сначала одна тенденция, там все дружно любили ICQ, например, сейчас ICQ уже не то, да, переходим на другие какие-то мессенджеры. Люди боятся вкладываться, боятся вкладываться в ресурсы. Но, опять же, я думаю, что у нас есть решение этой проблемы в том числе. На самом деле, да, поговорили о том, какие люди, компании несчастные. Давайте теперь более позитивно о том, как сделать их счастливыми. Как раз вот этот принцип объелинка, который мы сказали вначале, новый слоган, Easy Conference and Clear Communication. То есть конференции должны быть простыми, а связь должна быть кристально чистой. И в этом нам помогут новинки. Вот E-Link CP920 и CP960 с дополнительными микрофонами, о чем сейчас мы как раз вам и расскажем. Вот, Максим, действительно, ведь не только сегодня E-Link начал выпускать подобные продукты. Уже давно вот бриллиант в стороне E-Link, как мы его называли, был конкретно с телефона, есть CP860. В чем вот развитие линейки, что происходит в глобальном смысле? Да, E-Link на самом деле не стоит на месте. E-Link прекрасно понимает эти проблемы. E-Link следит за тенденциями. E-Link старается. У него это получается. Он собирает отзывы со своих заказчиков, с конечных пользователей. И уже, ну, больше полутора лет назад на рынок вышла первая модель E-Link для аудиоконференции. Она сейчас доступна и будет доступна в ближайшее время. Это телефон CP860. Вы, собственно, можете видеть его на слайде. Вот, да, напомню, что он поставляется с микрофонами дополнительными. Ну, собственно, это один из первых телефонов для аудиоконференции от компании E-Link. Телефон очень-очень качественный. На самом деле мы видим хороший спрос на него. Мы собираем отзывы наших пользователей, наших партнеров. Честно говоря, нареканий особо не было. Я вот даже не припомню там каких-то серьезных даже поломок, например, этого телефона. Но характеристики вы можете видеть на слайде. Он сейчас доступен. Доступен для заказов. Но, соответственно, E-Link на месте не стоит. Как я уже говорил, технологии развиваются. E-Link старается следить за этим. И посмотрим, как раз к чему это развитие приводит. Да, и, соответственно, в этом году у E-Link выходит несколько новинок. Уже вышло несколько новинок. Кстати говоря, мы сегодня открыли уже карточку ОСП 960. На нашем сайте уже можете зайти, посмотреть. Все подробное техническое описание, рекомендованные цены, вся полная информация, картинки. Сегодня будет официальный анонс также. В один из первых кто об этом узнал. Да, да, да. По крайней мере в России. И, собственно, линейка телефонов представлена. Как можете заметить, изменился сильно дизайн этих конференц-телефонов. Основное изменение в 960-м телефоне, как вы можете видеть, на Android с большим цветным экраном. Ну, собственно, начнем, наверное, с младшей модели. Это E-Link CP 920. Это младшая модель. Она совсем-совсем скоро появится у нас на складе. Будет доступна. Это будет новая, скажем так, самая бюджетная модель линейки аудиоконференц-телефонов от E-Link. Ну и, соответственно, CP 960-й телефон, наверное, которому посвящен сегодняшний рассказ. Ну, подробные характеристики давайте мы, наверное, дальше о них поговорим. Да, сейчас поговорим как раз о новых возможностях данных устройств. Во-первых, хочется сказать о дизайне. Если мы уже и сегодня успели назвать 860-й бриллиантов коронавируем, вот так позиционировался, действительно внешне похож, как вы знаете. Но здесь немножко другая трактовка, вот как вот эта лесная дорога, ведущая нас к светлому будущему, так и сами устройства напоминают внешне букву Y-клотинскую или Y-клотинскую, как больше нравится. То есть, первое условие E-Link, вот и заложен такой символизм, и надеемся, что он принесет удачу и действительно успех. Да, кстати, давайте сразу отвечу на вопрос Дмитрия. Да, действительно, вопрос важный. 860-й не снялся производство. Вся линейка телефонов для аудиоконференции будет жить вместе, как минимум, в ближайшее время. И будет доступна. Как раз преимущественно в модели. Максим, разве ты расскажешь? Что такого, на чем нужно заострить внимание? Соответственно, ну, во-первых, про дизайн. Буквально два слова от меня. Честно говоря, я от дизайна в восторге. Конечно, это сильно субъективное мнение, но мне он очень нравится. Мне кажется, Y-Link прям попал в тренд. Но не только он попал в тренд, не только дизайном, но и своими характеристиками, своими технологиями. В новом телефоне 960-м, мы сейчас в основном будем про него говорить, улучшено качество звука, качество голоса. Казалось бы, куда уже лучше. Куда уже лучше. В Y-Link и так все хорошо. И он не стоит на месте. Постоянно в этом вопросе развивается. Фактически, я думаю, стоит задача в будущем. Я думаю, это будет так, когда мы будем разговаривать по телефону. И звук будет такой же, как будто мы разговариваем в каком-то помещении. Уже близко к нам. Между коллегами. Мы очень к этому близимся. И Y-Link, скажем, еще, скажем так, сильнее улучшил качество звука. Соответственно, захват голоса стал больше, по мнению Y-Link, 6 метров в радиусе, между прочим. Да, в радиусе. Это не диаметр. Это именно радиус. Да, действительно в радиусе. И мы это проверяли. Действительно похоже на правду. Действительно так. Полное, собственно, покрытие захвата звука в 360 градусов, благодаря встроенным трем микрофонам. Собственно, вот на качество. Действительно, звук захватывает со всех сторон. И очень-очень классная вещь, которую сделал Y-Link. Если, кстати говоря, если вы посмотрели уже видео в Ютубе, ссылочкам, которые мы кидали, там вот про эту технологию Y-Link Nois Proof рассказано достаточно много. Ну, собственно, что это такое? Это устранение ненужного фонового шума. Например, вот когда мы сидим за переговорами, кто-то начинает там нервничать или еще что-то стучит пальцами по столу. Чатать, клацать с ручкой, кашлять, кто-то захрапел. Ну, всякое бывает. И вот, собственно, новый аудиоконференц-телефон может такие звуки не передавать. То есть он не передает эти звуки. Не знаю, как они это сделали, честно. Может быть, потом выяснить. Ну, и, соответственно, если все молчат из участников переговора, которые сидят за одним столом, которые сидят за одним столом, и, например, они ничего не говорят, телефон просто выключает микрофон, чтобы лишний шум, ничего лишнего не передавалось там в удаленной стороне. Пока идем дальше, и переходим как раз к более подробному разговору про NoisProof. Хочется отметить, да, вот коллеги кинули карточку, собственно, продукты, можете уже изучить, зайти. Действительно, вся есть информация. И по поводу качественных фотографий, да, обращайтесь к нам в отдел маркетинга. Биар собака и пимальтика.ру, и точка Иванов собака и пимальтика.ру, предоставим на зону это, и это не проблема. Так что, Сергей, вам обязательно поможет. Да, собственно, мы вот в самом начале нашего рассказа, обсуждения, говорили о том, что люди хотят услышать качественный звук. Что люди боятся, что их не поймут, либо не услышат в аудиоконференции. Особенно, кстати, важно, когда люди говорят на разных языках, носители разных языков, общаются по-английски, или еще как-то действительно становится очень большой проблемой. Да, 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 вот как раз я из этого опыта, да, то, что ты недавно рассказывал, когда люди из разных стран, с разным акцентом английского языка, например, и достаточно сложно понять при плохом качестве. Ну, собственно, вот оно решение-то проблемы. Ялин думает над этим, и, собственно, это уже сделал. Технология Noise Proof, это один из инструментов, скажем так, который помог Ялинку добиться более лучшего качества звука и захвата голоса, и более качественного проведения аудиоконференции. Собственно, снижает фоновый шум, который идет там со всех сторон. Это может быть работа кондиционера, например, шумного вентилятора. И, собственно, все делается для того, чтобы конференция была чистая, ясная, понятная. Максим, напомню про случай из моей жизни. Действительно, когда пять человек в Москве пытались устроить конференцию между Москвой, Сан-Франциско, Лондоном и еще каким-то городом, Парижем, по-моему, при этом все пятеро нагнулись над обычным мобильным телефоном, пытаясь, что сказать, динамик. Работал кондиционер, были какие-то посторонние шумы рядом, люди делали обзлоны по телефону. Конечно, все это было очень странно, непонятно, и так делать не нужно. А нужно использовать профессиональные технологии, например, тем, о которых вам расскажу сейчас. Ну, пойдем дальше. Как люди могут присоединиться к конференции? Уже может возникать вопрос. Да, это как раз решение проблемы быстрого старта, скажем так. Помимо того, что у Ялинка есть замечательные средства plug-and-play, скажем так, быстрые настройки, достаточно быстро на новом устройстве можно подключить участник конференции. Ялинк использовал новое очень интересное решение, по моему мнению, прямо на экране дисплея. Опять же напомню, что телефон этот на андроиде с тачскрином, дисплей там достаточно большой, информативный. Мы просто в апплик и можем добавить еще одного участника конференции. А если нужно, наоборот, сначала узнать, как здесь участник ДФ бочит, ли он присоединиться, чтобы другие не слышали? Да, все это можно сделать. Все это уже реализовано в телефонной фиаре. Вопросы? Давайте перед переходом гибридной СИ-конференции посмотрим. Борис Буртин спрашивает, планируется ли разработка мобильной конференции системы GSM, возможности использования при отсутствии канала связи? Мобильная конференция системы? Вопросы? Сергей Толстопятов отчасти за нас ответил. Да. Соответственно, у компании Pimatic уже есть решение этой проблемы. У нас есть замечательные боевые шлюзы, которые конвертируют из GSM в СИБ и обратно сигналы. Собственно, вот оно решение проблемы. Просто подключайте, настраивайте резервный канал. В помощь нашего оборудования эти проблемы очень быстро решаются. Да, Борис, на самом деле, ничто не мешает. Теоретически возможно все. Компания Link свои продукты развивает органично, исходя из потребностей рынка, так скажем, в глобальном масштабе. То есть, конечно, если были бы такие запросы, то и будут, то все это будет в развитии. Ну, собственно, про гибридную EC-конференцию, Unified Communication-конференцию. Что вообще подразумевается? Что значит, как и? Ну, соответственно, мы уже, надеюсь, поняли, что такое, что за понятие Print Your Own Device. И, соответственно, конференция телефонов, Я-Link, новый ECP 960-й, решает эту проблему. Благодаря встроенным функциям Bluetooth, например, можно подключить мобильного абонента конференции, позвонить через мобильный телефон. Кроме стандартного СИПа, который, в принципе, подразумевается в нашем устройстве, у телефона есть еще дополнительные разъемы, например, разъем microUSB для подключения, например, персонального компьютера. То есть при подключении компьютера или ноутбука ваш, наш и ваш аудиоконференция-телефон будет использован в качестве динамика микрофона. И, соответственно, вы можете передать звук, например, из Skype, или из другого, любого другого, мобильного, и персонального, и мобильного кодов, там, мессенджера, например. То есть вот это вот как раз вопрос о вложении средств. Почему бояться? Не нужно этого бояться. Ялинк уже все сделал, все ваши страхи уже ушли, можно сказать. Новое устройство от Ялинк обладает всем функционалом, способен подключить множество различных устройств к аудиоконференции. Все чудесно, но давайте, так скажем, совсем к мясу перейдем. Собственно, вот они аппараты, начиная с младшей из двух моделей. Что в них хорошего? Что бы ты выделил? Ну, на самом деле, NC-устройства, основная их задача, конечно, звонить и собирать аудиоконференции, с чем они справляются замечательно. И хочется отметить действительно хорошее качество звука, хороший захват голоса до 6 метров в радиусе, хороший захват голоса, то есть можно ходить спокойно вокруг этого конференц-телефона, если там, опять же, какое-то напряженное совещание, не сидится на стуле, не будет проблем со звуком совершенно. Притом 6 метров в радиусе, то есть это 12-метровая переговорка, действительно не маленькое помещение. Да, но опять же, для удобства подключения к сети интернет, или к локальной сети, реализована как поддержка поя, кстати говоря, очень много, очень часто на столах, ну просто, ну неприлично много проводов. И, соответственно, телефон CP920 поддерживает технологию Power Holder Ethernet, и кроме этого, уже у него есть встроенный Wi-Fi, то есть проблем с подключением не должно быть в принципе. Вот это, наверное, основные такие характеристики, которые я выделил. Ну и, конечно же, телефон для того, чтобы собирать, телефон создан для того, чтобы собирать аудиоконференции, собственно, до 5 участников, без использования сторонних сервисов, или без использования ПВХ какого-то, он на себе забирает 5 участников конференции. Опять же, тот же самый Nice Proof, то есть, как вот сказал Максим, что если кто-то ходит вокруг стола, у вас полы скрипят, ну это, конечно, не будет проблемой, которая будет вам мешать. Сергей спрашивает про акустическое эхо, защита от подражения от стен. Ну, прекрасно, насколько я понимаю, это зашито в то же самое технологии на Nice Proof, то есть здесь тоже не будет каких-то проблем. В каком случае вы можете все это попробовать, потестировать сами. Компания Pymatica имеет опыт предоставления оборудования совершенно бесплатно в тестировании перед покупкой. Мы идем дальше, ACP 960, вот такой красавец уже у нас стоит на столе. Давай, наверное, я буду демонстрировать, а ты можешь пока рассказать. Ну да, соответственно, в чем у него основные преимущества, что в нем интересного. В первую очередь, это, конечно же, Android. Те, кто следит за новинками, нашими новостями, уже, наверное, знают, что у меня появилось несколько телефонов на Android. Первый телефон был T58V с видеокайлер, с поддержкой видео. И, собственно, сейчас новый телефон, CP 960, тоже построен на базе этой платформы, платформы Android. Соответственно, у этого телефона 960 большой, удобный дисплей MoxTouch. Все мы привыкли уже к мобильникам, все мы уже привыкли нажимать там пальцами по экрану, и, соответственно, вам не нужно будет долго учиться пользоваться этим телефоном. Большой удобный экран, вот размером как раз стандартный, в принципе, экран мобильного телефона, которым мы пользуемся. там, что все помещается. Да, соответственно, побольше, чтобы было получше видно. Соответственно, очень удобные, опять же, сенсорные, если говорить про дизайн, возможность отключения микрофона быстро, буквально нажали пальцем. по поводу возможности подключения разных устройств, действительно, у телефона реализовано добавлено много выходов, это USB, это по технологии Bluetooth можно подключить, как я уже говорил. также он собирает до пяти участников важной конференции самостоятельно без участия различных ПБИКСов. И что важно, вопрос Андрея, в тему пятисторонней конференции значит с пяти удаленными объектами? Нет, это значит всего пять, то есть вы плюс четыре человека и так же еще. И очень-очень важная штука, которая раньше стоила безумных денег на старых технологиях это запись разговоров. В России это очень популярная штука, многие этим пользуются и кроме того, что этот телефон может сам на себе записывать, устроенная память до 8 ГБ, может локально записывать эти разговоры, можно еще подключить например USB память, USB флешку, есть USB порт стандартный обычный и соответственно писать разговоры на него. Ну и вот он кстати сбоку. Да-да-да, простроенный Wi-Fi я наверное уже сказал, все это действительно есть, но нужно покупать себе никаких дополнительных там танков или еще что-то. И вот важная важная штука, которая для меня сначала была открытием, но потом все-таки я понял, что действительно хорошо и правильно в этом телефоне нет привычного нам разъема для подключения блока питания. Как вам эта идея, как вам эта реализация? Очень было интересно услышать ваше мнение. То есть этот телефон можно подключить только по бою. То есть Ялинг в принципе уже думает, что дизайн действительно важный. в каких-то хороших представительских переговорных комнатах не должно быть никаких дополнительных проводов и дополнительных розеток. Поставим его на место. Вернем тебя в это. Спасибо. Спасибо, Илья. Соответственно, опять же, если у вас вдруг не нашлось поя в офисе или у вашего заказчика, мы знаем, как решить эту проблему с помощью нашего оборудования. да, у нас есть замечательный вендор TGNET, который нам поставляет поик коммутатора. Соответственно, вот такое интересное решение. Тут тоже проблем не будет. Касательно вот хорошего вопроса Сергея про аккумуляторы. Я думаю, мы можем сразу перейти на следующий слайд. Да. Соответственно, вот они аккумуляторы. Аккумуляторы беспроводных микрофонов. Хочу отметить, что первые поставки этих телефонов это будет такой некий гид, так называемый, комплект. Комплект из телефона CP-960 и двух дополнительных микрофонов. Эти микрофоны подключаются к телефону, коннектятся по декту. Соответственно, радиус там может быть 20-30 метров. Это вот в таком, скажем так, внутри помещения. Очень удобная вещь. Вы можете во-первых расставить их на разных концах столов. У каждого захват 6 метров. Получается чуть ли не 24 метра в общей сложности. До 24 метров если у вас суперогромная переговорная комната, вы можете использовать микрофоны эти дополнительные. Опять же, в связи с тем, что они беспроводные, их можно поставить, например, в какой-нибудь большой, например, на трибуне при использовании, когда кто-то читает доклад, например, отошел от стола. Какой-то конференц-зал, где, например, задаются вопросы из зала. Микрофон стоит в месте, где люди должны задавать вопросы и у спикера какие-то такие моменты. Да, соответственно, лучше захват голоса, не нужно никаких проводов тянуть, все делается от два клика. Причем у этих микрофонов достаточно хорошая батарея. Ялинг заявляет в 19 часов работы в режиме разговора, но это так и есть. 11 дней в режиме ожидания, что тоже неплохо. Да, да, да. Также, опять же, дизайн, двуцветная кнопка, то есть они просто красивые. Ну, да, красивый дизайн, в общем, Ялинг в тренде мне кажется, попал в точку. Пока пойдем дальше. Сказали уже про большие размеры помещений, но теперь чуть-чуть подробнее. Действительно, вот, например, двух зон вообще нет? Переговорки так получилось? Я пытался, когда я готовился, во-первых, к нашему мероприятию, к нашей с вами встрече, я оставил телефон и сам ходил вокруг любого. Мы тут с моим коллегой это все дело тестировали, но я не нашел. Я все время не было слышно и все время было слышно нехорошо. Это действительно так и есть. То есть, опять же, проблема с кристально чистыми аудиоконференциями, когда слышно каждого участника, это действительно решено, теперь решено. на картинке пример использования этого аудиоконференции телефона. Опять же, переговорная комната у нас у всех разная, но вот как один из кейсов, когда телефон стоит в центре стола, а удаленные микрофоны у разных спикеров, например, у докладчика и каких-то товарищей на трибуне. Это действительно покрывает, имеет захват 360 градусов благодаря трем микрофонам. Опять же, три микрофона вот в каждой вот этой вот ноге и поясе этого слова этого конференса телефона встроен микрофон. Действительно, очень хороший захват. Можно смотреть на картинках и, собственно, на самом оценить. Максим, пока идем дальше, вопрос Сергея 15-го. Видишь, ты, ГАП. ГАП, вы знаете, я не готов, не готов, честно говоря, ответить. Вообще, должен поддерживать. Опять же, ГАП это такой стандарт, который, если не изменяет память, принимался что-то в 70-х годах прошлого столетия. 70-х, 80-х годах. 60-летия. Да, и даже прошлого тысячелетия. Если я не прав, конечно, меня поправьте, но ГАП это уже такой стандарт достаточно устаревший. Фактически он только, скажем так, стандартизированно. Это регистрация там трубки, например, в Азии и не знаю, там просто хождение голоса в обе стороны. Но здесь ГАП, честно говоря, не готов ответить. Там в конце будут наши все контакты. Я вас очень прошу задать этот вопрос на почту мне, например. Мы вам ответим, если что, подключим производителя. Ну и, собственно, пойдем дальше. CPI-90 это что в отличие от CPI-90? Это проводные микрофоны. Проводные микрофоны будут доступны чуть позже, но они уже есть. Это если вы не хотите следить за тем, чтобы микрофоны были все время заряжены, либо, не знаю, какие-то еще другие причины, либо, например, заказчик просто нельзя использовать. Есть такие заказчики, все мы знаем. Ситуации бывают разные. Я к этому подготовился и, соответственно, есть вот такое решение. То есть, опять же, не нужно бояться инвестировать. Можно приобрести сначала конференц-телефон сам, а потом необходимо себе покупать аксессуары и их они потребуются. Да, наверное, тут сильно много не расскажешь по этому слайду, но вот дальше уже интереснее. Что, собственно, про качество динамика? Максим, можешь нам проверить? Динамики отличные. Динамики разрабатывались совместно в студии Harman Kardon. это такая очень известная компания. Я с мировым именем они на самом деле ранее принимали участие в создании телефонов Ялинк. Если вы посмотрите на Т49 телефон Т49 ЖИ. Там, соответственно, тоже динамики вот этой студии Harman Kardon. Это действительно такое хорошее имя мировое, которое в очередной раз доказывает, что Ялинк действительно качественное и хорошее устройство, которое думает действительно о прямом назначении устройства звонить, совершать вызовы, чтобы все это было просто, быстро, легко и с очень хорошим качеством. Временем мы идем дальше. Про интерфейс пользователя. Как раз буквально только что сравнивали экран CP960 с экрана мобильного телефона, вот на картинке примерно то же самое происходит. Да, все верно. В телефоне использован всем нам знакомый Android с теми же самыми функциями, с большинством, скажем так. Android, конечно, он необычный, который на телефоне на мобильном стоит. Все-таки еще раз напомню, телефон, чтобы звонить, а не чтобы в Angry Birds сыграть. Там используем только самый функционал. Но опять же, всем привычный нам интерфейс, можно его пролистывать, можно добавлять значимые необходимые иконки быстрого запуска на экран, например, книгу или какого сотрудника. Опять же, вспомните, я рассказывал про мой опыт посещения одного из наших партнеров. вот этот телефон помогает решить проблему с листочками, причем совершенно, причем это может делать, можно делать удаленно с помощью удаленной записной книги или удаленной автонастройки. Можно просто вынести на экран быстрые клавиши, например, секретарь, чтобы кофе принес, быстро гостя, стены, администратора, если какие-то проблемы возникают. Это все уже реализовано, делается действительно быстро, очень удобно, очень эффективно. Не нужно с ним разбираться, человек, который первый раз пришел в комнату первый раз в жизни видит это устройство. Все знакомо, мы все это используем в повседневной жизни, и, соответственно, буквально в три клика мы собираем август-конференцию. Возможности действительно широкие, управление простое. Ну, вот тоже интересная тема, у многих на этом слайде возникает ассоциация с Министерством обороны США. У нас с Максимом возникла ассоциация со знаком качества, который был в СССР, только нужно картинку перевернуть к ним ногами, чтобы она была похожа, такая же пятиконечная звездочка. Но в чем же вообще суть этого пользовательского интерфейса? Суть соответственно в том, что собирается конференция действительно два клика и действительно очень быстро. Вот здесь на слайде как раз представлен чуть ли не скриншот самого телефона. Ялинк делает на этом особый акцент и как раз таки здесь я с Ялинком согласен как никогда действительно решается вот эта проблема быстрого сбора конференции. Я вот сам как только мне попал в руки этот телефон наш первый образец я сидел его крутил я наверное замучил многих своих коллег многих своих коллег когда собирал их в конференцию звал кого-то ожиданно кого-то неожиданно и делал действительно три клика. То есть мы можем до начала конференции вот просто расскажу по своему опыту что мне очень понравилось мы просто добавляем пользователей нажимаем одну кнопочку собрать он начинает сразу звонить всем четырем если у вас четыре части конференции это действительно очень удобно и быстро и с помощью вот такого меню которое называют pentagon meeting room но я бы честно говоря поменял на более привычный на качество СССР ну да ладно можно видеть и не забыть кто у вас сейчас конференция на каком провозе на каком провозе какой участник конференции например там Москова города кроме этого очень очень здоровская штука мы всегда можем видеть кто сейчас разговаривает ялин я актив спикер действительно очень важная технология на самом деле часто тоже люди жалуются на то что непонятно кто кто говорит переспрашивают друг друга особенно ситуация когда используют технологии по старинке кто-то с мобильного кто-то с телефона кто-то нагнулся над динамиком люди из разных городов а так можно посмотреть на экран и там подсвечивается да там подсвечивается да просто каждый пользователь который данный момент говорит он начинает очень очень красиво мигать действительно видно кто разговаривает не нужно переспрашивать то есть мы Ялинк пытается не пытается меняет меняет сознание людей аудиоконференция это не так уж страшно не так уж сложно это все просто действительно хорошее качество и вот с помощью вот таких вот своих нововведений Ялинк мне кажется действительно мне не пользователи меняются и все больше и больше людей начинают пользоваться аудиоконференцией что можно сказать про подключение внешнего грамма говорить кому в принципе это может быть нужно как может пригодиться например отличный кейс когда мы проводим обучение мы собираем несколько докладчиков спикеров из разных мест удаленных и собираем какую-то группу пользователей группу аудиторию слушателей для кого мы рассказываем и чтобы всем было слышно можно без проблем подключить незравленную колонку стандартной прошу заметить 3,5 мм это тоже все можно сделать и решать многие задачи действительно удобно получается но не только же IP-сети участвуют еще и традиционные телефонные сети также существуют да к сожалению еще провода никуда не делись провода используются еще не забыта там медная пара и действительно иногда есть необходимость быстро например интернет соединение отвалилось чего мы делать будем а у нас директора сидят хотят поговорить с кем-то с партнером что делать использовать CPM10 с помощью него можно подключить через USB разъем соответственно к телефону CPM960 а вторым выходом или входом подключить соответственно обычную городскую CSTN сеть фактически это такой вот вынос в XO-портах и вы можете делать звонки через стандартную городскую линию что если пойти дальше про работу сервера RPS RPS сервер во-первых тот кто еще не знает я подробно не не буду рассказывать как что где он работает вы можете подробно ознакомиться на нашем сайте ялинк.ком я буквально в двух словах что это такое RPS сервер это такой некий сервис ялинка каждый телефон при включении отправляет запрос на сервер rps.yalink.com соответственно мы как дистрибьютор выдаем нашему партнеру специальный логин пароль доступ для этого сервиса дальше партнер собственно в этом сервисе через веб-интерфейс добавляет туда список MAC-адресов и указывает для них соответствие по IP-адресу сервера FTP и соответственно заказчик уже получает быструю настройку автоматическую тот самый пресловут DAVS PROVISION который у Ялинфа реализован буквально в ваклик это опять же вопрос к быстрой настройке установки и быстрому пользованию то есть такой сервис есть он работает многие наши партнеры им уже пользовался если еще не пользовались присылайте запросы мы вам откроем доступ к нему дадим попробовать протестировать может быть какому-то заказчику у вас это пригодится ну вот соответственно вот так если в двух словах так это работает это фактически это такой быстрый автопровижен который зон идеальный знаете на самом деле следующий слайд будет последний по порядку но наверное один из самых важных подзначенностей потому что здесь будет ответ на вопрос который многие задают барованная дробь да я честно говоря хотел сохранить такую большую интригу в течение всего мероприятия важный момент который наконец-то для меня как для продакт-менеджера по этому направлению это было просто замечательное решение это к вопросу как раз помните мы о деньгах говорили о том что заказчики не хотят вкладываться боятся боятся что в какой-то момент их устройство вартистов тыкву просто-напросто никому не нужно в условиях ограниченных бюджетов если это не компания со словом газ или нефть в названии что-то простое да важный момент вы наверное успели заметить что у нас еще тут кодекс стоит рядышком по правой от меня руку кодекс который встроен в камеру телефон CP 960 можно апгрейдить так скажем до видеотерминала до терминала для видеоконференц связи просто докупив отдельно кодекс кодекс с камерой есть разные варианты но собственно если вам не хватает аудио уже конференции то есть этого недостаточно хотите еще не только слушать но и смотреть друг на друга вам не нужны дополнительные инвестиции вы оставляете тоже CP 960 просто докупайте к нему дополнительную сервину у многих на самом деле аппетит приходит во время еды сначала говорят что ладно мы по телеграмму можем созвониться вообще у нас есть кайф да и можно письмо написать но когда попробуют профессиональные аудиоконференции и поймут как это клево какой классный звук если задумываются почему бы не развить систему до полноценного уже ВКС чем вот собственно вы знаете вы знаете многие многие которые наши партнеры которые уже используют АКС например АКС аудиоконференц связи там при встречах когда мы начинаем обсуждать этот вопрос они просто говорят как мы из этого раньше жили и это действительно так вот опять же на примере нашей компании на примере автоматики мы проводим там еженедельное собрание с нашими филиалами у нас их несколько в разных странах даже в разных странах да и очень удобно в каждом филиале стоит собственно видеоход мы все вместе собираемся обсуждаем какие-то проблемы там ставим задачи на следующую неделю и я вот действительно не понимаю как можно было без этого раньше не угодить очень удобно что действительно разные устройства под разные задачи то есть у нас в большой переговорке стоит одна система кто-то может подключиться с персональным видеотерминалом то есть удовлетворяет потребности всех под разные задачи на самом деле на этом конец как раз самое важное оставили напоследок если у вас есть какие-то вопросы да если есть вопросы задавайте в любом случае наши контакты у вас это лучший комплимент Юрия спасибо спасибо если какие-то вопросы остались задавайте в почту звоните пишите ссылочка на наш фейсбук по поводу картинок спрашивали выше вот еще раз моя почта можете написать напрямую найдем это не проблема да спасибо что оставались с нами целый час приятно что нашли время со всех концов бывшего Советского Союза собрались от Киева до Екатеринбурга Архангельска Краснодара действительно партнеры подписывайтесь на нас в социальных сетях